Итак, дорогие друзья, доброе утро всем, всем доброе утро. Сегодня у нас урок такой из города Карлсруя. Карлсруя. Кто бы когда подумал, что в городе Карлсруя будет работать раввином. Мой друг с ним учился в Яшиве, Равмоший Юделевич, и он сейчас в общине Карлсруя, значит, раввин. И я на шаббат оказался здесь. Оказался здесь, и оказались здесь еще мои друзья из Киева, Шлома Струлевич, и вообще собрались люди, разные-разные люди. Очень был интересный шаббат. У Дьякова Шатадин тоже учился с Равмоши Юделевичем. Очень советую тебе сюда приехать, здесь просто райское место. Смотрите, можно урок Торы прямо давать практически в лесу. Это прям выход. Вот община, смотрите. Вот это здание, их общинный центр. Вот это такое у них огромное здание. Синагогой, залом, со всеми делами. И сразу лес, парк, Карлсруя, да, то есть это рядом со дворцом. Вот такая вот, да, бывает в жизни ситуация. И вот, значит, сегодня у нас, так как в 9 часов тут все по времени четко, это же Германия, в 9.20 уже шахарит последнее время, и они меня ждут, я нужен здесь для меня, как участник. То я сейчас прямо начинаю урок. Мы сейчас находимся в 13 главе. 13 глава, и, значит, находимся мы как раз в отрывок 16. 16 отрывок. Он звучит так. Значит, опять же, вспоминаем слова, здесь есть именно такие суть слов. Коль арум. Арум – это хитрый. Есть такое свойство ума у человека, называется хитрость. Хотя, помню, мне с детского сада говорили, что я хитрый, да. И я так возмущался, так плакал, мне казалось, что это такое оскорбление, что я хитрый. Почему я хитрый? Я просто всего лишь видел ситуацию. Я понимал, как в этой ситуации можно поступить оптимальным способом. И я этот способ уже с детского сада, то есть я делал там, ну, все время делал все оптимально, да, эффективно, оптимально, результативно, не знаю. Я искал, если есть цель, самый короткий путь к цели. Почему-то называли часто этот путь короткий хитростью. Теперь, как Малбим объясняет, что такое качество ума хитрость? Он говорит, что хитрый человек – это как раз тот человек, который видит ситуацию у себя в голове и прокладывает несколькоходовую комбинацию для того, чтобы эту ситуацию решить. То есть у него есть несколькоходовая ситуация, которую он держит в голове, хитрый, и, значит, он ее никому не говорит. То есть никто не знает, что хитрец задумал. В этом, как бы, такое он дал описание. Теперь, Коля Рум, каждый хитрый, я себе даат. Даат – это абсолютно ясная картина мира, которая создается у человека на базе или его знаний четких, или восприятия четкого. Но даат – это уже законченная картина мира, вот та картинка, которую человек воспринимает, да, в данный момент. Если у него нет в ней сомнений, она такая у него четенькая и понятная, то это даат. Теперь каждый Рум, каждый хитрый, он я себе даат. Он будет делать все, только если ему четко, ясно, понятно, как он будет делать. У него есть несколькоходовая комбинация, которую он у себя в голове создал и держит. Я считаю, что лучше всего хитрость тренировать в русские шашки. То есть, это есть такая простая игра. Если вы поучитесь с ней играть, то, когда-то в детстве я научился, у меня даже разряд был, то есть, ты смотришь, там очень все просто, это не шахматы, шахматы сложнее. Когда ты понимаешь, вот, если ты пойдешь так, там бить обязательно. И ты выстраиваешь комбинацию в русских шашках, да, ты выстраиваешь так, я пойду так, отдам одну шашку, вторую шашку, третью, его, значит, в шашке буду так стоять, и на четвертом ходе я всех побью. Это хитрость. Теперь, а Ксиль? Кто такой Ксиль? Ксиль, мы знаем, это грешник, который грешит потому, что у него есть сильное вожделение. Он не может справиться со своей животной природой, то есть, он или не хочет справиться. И он грешит, он знает, что это делать нельзя, но из-за того, что ему хочется согрешить, ему будет приятно, он грешит. Теперь, но ему же тяжело, и часто вот этот вот Ксиль, вот этот вид грешника, который понимает, где добро, где зло, где правильно, где неправильно, и он все равно грешит, очень часто этот Ксиль, он переходит в более такую высокую ступень греха, более высокая ступень греха называется Ивэль, Ивэль. Значит, что такое Ивэль? Ивэль – это тот, кто сомневается в правилах. Он говорит, а кто сказал вообще, что этого делать нельзя, что это Тора, Бог, вот это все. Это все скептик такой, да, Ивэль, от слова улай, сомнения. И вот, значит, если Ксиль, я всем советую, если вы уже грешите, будьте Ксилями, лучше быть Ксилем, чем Ивэль. Потому что была одна, вот у меня был один разговор с одной очень такой женщиной, и она говорит, я не религиозная, говорит, я, ну типа, я не религиозная, ничего не соблюдаю. Я говорю, ну вы же знаете, что Бог есть. Она говорит, ну да, знаю. Я говорю, так зачем вам быть не религиозной? Вам надо быть религиозной, но которая не может пока справиться со своими вожделениями. И тогда Бог вам поможет с ними справиться. Но вы не, зачем отрицать Бога? Просто из-за того, что вы не можете, там, победить свои какие-то слабости. Нет, Бог есть, есть правда, есть Тора. Но не можешь справиться, скажи, не могу справиться. Не начинай выкруживать и говорить, а может Бог это неправда, может Тора это неправда. Это намного более плохой путь греха. И вот здесь написано, что каждый хитрый делает бедаат, да, то есть он делает все продуманно, просчитанно. Аксиль вот этот вот, да, который не может справиться со своими вожделениями, он и фрос, и велет. Он, и фрос это он открывает рот, он рассказывает про свои сомнения. Он начинает вслух вот это, а может нет, а может неправда, а может то, а может все. То есть это неправильный подход. Понятно. Теперь 17-й отрывок. 17-й отрывок. Здесь переходится на новую тему, на другую. Значит, Малах, Раша и Польбыра. Значит, Малах это в этом случае, Малах есть разные значения слова Малах. В этом случае слово Малах переводится как посланец. Посланец это человека посылают с каким-то поручением, шалих можно его назвать, его можно назвать также Малах. Малах, Раша, есть посланец, который злодей, и он, и Поль, он упадет от того зла, которое он несет. Что это значит? Вот я, например, очень не хочу, и практически всегда отказываюсь от того, чтобы передавать людям какие-то плохие новости. Зачем? Им, если пусть другой кто-то скажет. Зачем мне передавать плохие новости человеку? Я лучше передам ему хорошую новость какую-то, да? Теперь, если посланец этот, он передает человеку плохую новость, то он же сам потом ассоциируется с этой плохой новостью, да? У меня, кстати, сегодня снилось, мне интересно, к чему бы это, что я с этим, с Стивом Джобсом встречался. Прямо такой, ну, в Apple. Я говорю, вы знаете, мне нужно всего на пять минут. Мне говорят, как мы с ним, невозможно встретиться. Я говорю, мне нужно пять минут вообще. И я ему за пять минут успеваю что-то рассказать, он говорит, да, классная идея, все, давай делай. Вот не помню сейчас, какая идея, только сейчас вспомнил, что мне это снилось. Когда ты приносишь человеку хорошую новость, то ты ассоциируешься с этой хорошей новостью. Когда ты приносишь плохую новость, то тогда ты с ней можешь же и тоже ассоциироваться. Как сейчас мне пришло в голову еще воспоминание, как откуда взялась марафонская дистанция, как прибежал один, который сказал, что они проиграли и умер. Вот он бежал, бежал и в конце умер. Марафонец этот. Значит, теперь дальше. Вы цир иммуним марпе. Значит, цир иммуним марпе. Цир это тоже, я раньше не знал этого слова. Цир это тоже посланец, но бывает, что ты послали человека. Раньше как было? Раньше же не было телефона, там все, страшная жизнь была. И ты можешь, например, одного ты послаешь и говоришь, слушай, передай, пожалуйста, моей жене, что приду там через неделю домой. Он пошел, пошел, пошел. Передал. Это Малах, да? А цир, это я его посылаю и говорю, ты сходи, передай и вернись мне, скажи, что она сказала. То есть это тот посланец, который... Раньше были такие посланцы односторонние, которые ты туда только послал. А были посланцы цир, они назывались. То есть видно, сейчас уже эта профессия исчезла из обихода. То есть сходи, отнеси туда что-то и вернись, скажи обратно, ну там, передай ответ. Так вот этот цир иммуним, есть люди, которые иммуним, это на кого можно положиться, доверенные люди. То есть у них доверенные люди, это вот иммуним называется. Вот этот посланец доверенный, марпе, он излечивает, как бы, он излечивает, он... Вот бывает, у кого есть сотрудники какие-то и так далее. Бывает, одному ты даешь задание, и вот он говорит, ну, например, вы послаете кого-то и говорите, пойди там этому человеку передай что-то. Один посланец, он приходит, дверь закрыта. Что он сделает? Он подождет, он спросит, он позвонит. То есть он попытается найти способы, как все-таки реализовать вот это задание. Второй посланец вернется обратно, скажет, я пришел, дверь закрыта, я вернулся. То есть они оба выполнили, казалось бы, да, то, что ты им сказал делать. Только один добавил. А, это, знаете, я вспомнил сейчас историю. Есть история, как двое работали у одного, двое работали у одного хозяина в магазине, и один получал там рубль в неделю зарплату в Советском, в России, а второй получал 10 рублей. И тот, который рубль получал, он говорит, почему он получает 10, а я рубль. А хозяин говорит, давай я тебе сейчас продемонстрирую. И он ему говорит, вот этому, который рубль получал, видишь, там идет караван, иди, говорит, к каравану скажи, что мы хотим у них купить обувь. Тот приходит к каравану, говорит, мы у вас хотим обувь купить. Они говорят, а у нас нет обуви. Он вернулся, говорит, у нас нет обуви. У них нет обуви, говорит, все. Он второго, который 10 рублей, помощника зовет, которому платил 10 рублей, и говорит, сходи к этому каравану, скажи, что надо у них купить рубашки. Он пошел к этому каравану, возвращается через 20 минут обратно и говорит, вы знаете, у них нет рубашек, но у них есть сено, которое они продают по 10 рублей за тонну. А я на обратном пути узнал, что у нас сено стоит 20 рублей за тонну, поэтому мы можем сейчас купить сено, продать его по 20 рублей за тонну, и я уже нашел в другом месте рубашки, которые мы можем купить уже у себя здесь на складе, но так как мы заработаем на сене, так нам выгодно будет купить рубашки. Вот эта разница между посланниц, который есть, посланец плохой, да, злодей, ну здесь говорится про злодея, но в принципе плохой посланец, он упадет от своего зла, то есть каждый человек в принципе получает следствие в жизни, следствие того, как он относится к жизни, что он умеет делать. И посланец иммуним, он излечивает любую ситуацию, то есть он ее может сделать намного лучше, чем она была до этого. Понятно, да, идея этого отрывка? То есть очень четко выбирайте посланцев, и если вы посланец для кого-то, будьте хорошим посланцем, который улучшает, а не который ухудшает. И второе объяснение, второе объяснение этого отрывка, есть такое более дырых милица, как говорит Малвин, то есть это, ну, намеком, да, таким, говорится про душу человека. То есть душа человека, она приходит в этот мир, она душа, это божественная душа, она вселяется в тело, потом у человека появляется знание о том, как мир работает, и кто-то выполняет свой, вот этот шлихут свое, то есть он зашел в этот мир и по максимуму реализовал возможности своей души, а кто-то он не реализовал. То есть тот вот, кто реализовал или не реализовал, это свобода выбора человека, то есть это та личность, которая возникает в результате приобретения жизненного опыта. И есть личности, которые хотят развиваться, и которые хотят, пройдя жизненный путь по максимуму, реализовать свой потенциал развития. Есть личности, которые сформировались на базе неправильных слабых установок, и эти личности, они вредят своей, можно сказать, душе и не реализовывают свой потенциал. И вот очень важно быть такой личностью, которая сформировала свое мышление на базе правильных установок и натренировала себя реализовать эти установки, потому что в принципе жизнь это принятие каких-то решений на базе каких-то знаний, а потом реализация этих решений. Есть люди, которые решения не принимают, или у них есть неправильные знания, то есть они используют систему мировоззрения, которая не работает. Есть люди, которые не действуют. Идеальный вариант это взять работающую систему мировоззрения, то есть я верю в Тору, я верю, что Бог создатель мира, он дал Тору. Значит, если взять работающую систему мировоззрения, потом добавить к ней работающую систему принятия решений, и потом добавить туда же систему реализации решений максимально эффективную, то можно прожить максимально эффективную работающую жизнь. Вот, в принципе, за этим как бы мы все сюда и пришли. Теперь дальше. Осталось у нас сегодня еще один отрывок, 18-й отрывок, 13-й главы. Рейш-вы колонн. Рейш-это бедность, колонн-это позор. Порэ-мусар. Тому, кто отрицает мусар. Мусар, сейчас мы разберемся, что это. Ушмор-то-хахат. И тот, кто сохраняет увещевание, да, увещевание, наставление. Тахаха-это наставление. Ихубат. Он будет уважаемый, то есть будет ему почет. Почет ему будет. Теперь давайте разберемся в словах. Значит, есть то-хаха, есть мусар. То-хаха-это наставление. Вот мы сейчас изучаем наставление царя Соломона. То есть он нас наставляет на путь правильный. Он говорит, я мудрейший из людей, царь Соломон. То есть я от Бога получил высшую мудрость. Я эту мудрость реализовал, что уже тысячи лет весь мир читает, изучает в моей книге, да. И он говорит, парни, девушки, мужчины, женщины, послушайте меня. Он прям начинает, да, начинает он свою книжку. Вот Мишли, первая глава, он чего начинает? Он говорит, вот мои примеры. Я Шлома бен Давид, сын царя Давида. Мелых Израиль, я царь Израиля, вообще, самого тяжелого народа. Кстати, интересно, я вчера проводил здесь урок. И чем отличается народ Израиля от других народов? Если, возьмем, сколько евреев в мире живет, то меньше, чем 0,2%. 0,2% населения мира это евреи. Теперь 25% нобелевских лауреатов евреи. То есть, ну, совершенно несароизмеримая величина между тем, сколько их населения евреев, да, 0,2% от мира и 25% нобелевских лауреатов. И почему? Потому что молитва, вот три раза в день евреи молятся уже там тысячи лет, да, то есть, евреи, которые перестают молиться, через три поколения они исчезают. То есть, это именно конкретная такая есть статистика, что Бог сказал, что я наказываю тех, кто от меня отходит до третьего, четвертого поколения. И, ну, то есть, четвертое поколение, если уже кто-то перестает с Богом взаимодействовать, просить Бога, молиться, соблюдать заповеди, я говорю сейчас про евреев, то его семья исчезает, и они перестают быть евреями. Можно найти свои корни только до третьего, четвертого поколения. Сейчас, кстати, многие начинают искать свое еврейское происхождение. Стало это очень модно, популярно. И если это еще три-четыре поколения назад кто-то отошел от еврейства, отошел от Торы, сказал, мне это не нужно, то до третьего, четвертого можно найти эти корни, документы и опять восстановить свою связь с еврейством. Теперь, значит, евреи молятся Богу, и первая просьба, которую они говорят три раза в день, вот есть молитва, и там есть просьбы, да, о чем ты просишь Бога. Первая просьба, о, дай мне хохма, бенавы даат, дай мне хохму, божественную мудрость, дай мне бена, сообразительность и логику, дай мне даат, это правильное восприятие всего мира, да. То есть евреи просят Бога о мозгах, о уме для себя, для своих потомков, все молитвы идут во множественном числе, поэтому даже если какая-то часть евреев не молится о уме, то остальная часть, которая молится три раза в день, молится и за них тоже. Поэтому 25% Нобелевских лауреатов. Если человек, он сам начинает молиться, и за него евреи не молятся, он должен сам за себя молиться и просить у Бога, в первую очередь, дай мне, дай мне мудрость, дай мне понимание, как правильно жить, потом дай мне понимание, как принимать решения, дай мне понимание, как реализовать эти решения. Все равно все, все идет от мудрости. И царь Соломон, он когда представился в первой главе, он говорит, я эту книгу написал, Мишли, которую мы сейчас изучаем, ледат, хохмау, мусар, познавать хохму, познавать божественную мудрость и мусар. Мусар – это система заставления себя действовать по этой мудрости, потому что человек – это по природе свое животное, и это животное, оно не хочет действовать по мудрости, оно хочет действовать по инстинктам. И вот мусар – это та система, нравственность, которая заставляет просто, как психология Торы, да, заставляет действовать по правильному пути, дисциплина, да, такая. А та хоха, значит, еще раз, есть мусар – это то, что заставляет через страх, пугает, заставляет, такая дисциплина жесткая. То хоха – это наставление, объяснение. Вот эта книга – это для нас наставление. То есть нам Шлома Амыллах, царь Салмон, он нам говорит, действовать надо вот так, действовать надо вот так. Вот так правильно, вот так неправильно, вот так правильно, вот так неправильно. Это наставление. Теперь мусар, это если к этому добавить, будешь действовать неправильно, капец тебе, то есть умрешь, жизнь будет несчастна и так далее. Это идет через страх, потому что страх это очень сильно управляющее такое средство, да, человеком. И мусар, это от слова ле-ясер, страдания, и от слова ма-асар, тюрьма. А то-ха-ха, это просто наставление по-русски, это просто мозги компостировая, да, вот так вот, давай, делай правильно и все. Теперь, понятна разница. В 18 отрывок возвращаемся. Рейш в эколон бедность и позор тому, кто убирает от себя мусар. То есть человек, которому ему Бог дает намеки, его Бог наказывает, если человек сам не хочет себя ставить в рамки, в правильной, то Бог написано, что тот, кого Бог любит, того он наказывает. То Бог начинает человеку создавать неприятности, чтобы человек понял, что он идет по неправильному пути. Тот, кто вот этот мусар от себя отталкивает, тому будет позор и бедность. То есть он, если он знать и не читает, что он идет по неправильному пути, тогда ему капец, значит, он в конце концов разобьется. Понятно, да, идея? Значит, тот, кто отрицает вот этот мусар, он, значит, что ему будет позор и бедность. Теперь вэшумер то-ха-ха, тот, кто сохраняет наставление, тот, кто учится, ему не надо, чтобы его били, ему не надо попасть под машину, когда он идет на красный свет, да, ему достаточно, что ему объяснили, что на красный свет переходить нельзя, потому что может появиться машина, которая тебя собьет. Это то-ха-ха, это как бы увещевание, да, наставление. А вот мусар, это когда он пошел на красный свет, его сбил велосипед, и он всего лишь упал и поцарапал локоть. Это был мусар, это было уже конкретное страдание, чтобы он научился. Если он все равно не научился, идет на красный свет, второй раз его может сбить уже, там, мотороллер, значит. А третий раз его забьет машина, то есть, если он отрицает, ему уже дали два намека конкретных страдания, и он все равно мне пофигу, все случайно, и ломится опять по неправильному пути, значит, ему будет позор и бедность. А тот, кто сохраняет наставление, он один раз услышал и понял, что ему конкретно умные люди посоветовали не ходить на красный свет, и хубат, он будет, будет ему почет. Почему? Потому что тот, кто умеет учиться, он человек уважаемый, будет ему почет, потому что зачем, зачем набивать себе множество ошибок, когда есть умные люди, которые уже набили себе эти ошибки, и они готовы делиться своими знаниями, и тебе нужно просто брать эти знания и делать, все равно будут ошибки, но эти ошибки будут намного менее болезненными и намного более простыми, приятными, потому что ты уже будешь к ним готов. Все, дорогие друзья, мы выучили еще три отрывка. Здесь было сегодня у нас о хитрости, о том, что нужно вначале думать, потом делать. Было о том, что нужно выбирать, через кого ты будешь это делать, и выбирать себе посланцев, и когда ты посланец кого-то, нужно думать, как выполнять шлихут, как выполнять вот это свое задание, да. И третье, что мы изучили, что вот эти вот уроки жизни, да, уроки жизни, уроки, которые Бог дает человеку в виде страданий, то лучше, лучше все-таки подготовиться и узнать, как правильно действовать, чем получить страдания и выучить. Но хуже всего получить страдания и не выучить. Тогда это вообще глупо, зачем ты тогда получал страдания. Все, напишите своих три вывода, пожалуйста. Пишем три вывода. Завтра с Божьей помощью я постараюсь тоже провести урок, найти место, где провести его. Я отсюда уезжаю. Завтра буду в Страсбурге, город Страсбург с утра. Так что если кто-то в Страсбурге, все, можем встретиться, вживую поучиться. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Напишите три своих вывода, обсудите это с друзьями, поделитесь своими мыслями. Мы изучаем сейчас самую высшую мудрость в мире. Высшей этой мудрости нет вообще. Все остальное это отголоски, это отголоски. Вот это вот прямо самая крутая мудрость в мире. Все, удачи, успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok